Я самая счастливая и богатая, гордо говорит о себе Ольга Шевзухова. Дмитрий, близнецы Александра и Мария, а также семимесячный Владимир – вот главное достояние Сочинки. Ольга признается, стать многодетной матерью не планировала, но все ее дети желанные. У родителей есть и силы, и средства, чтобы всех, как говорится, поднять на ноги. Но помощь не помешает, например, с жильем. Шевзуховы живут в трехкомнатной квартире вместе с родителями супруги, поэтому надеются на госпрограмму «Земельный участок каждой многодетной семье». Этой весной была очень активная кампания по созданию реестра, для чего мы собирали ряд документов. Это был очень трудоемкий процесс, тем не менее мы все сделали, документы собрали, и в МФЦ встали на очередь. Что дальше, пока я не могу вам ничего сказать, потому что информации такой не обладаю. На заседании городского совета по многодетным семьям было решено все многодетные очередники должны быть информированы о том, где и сколько земельных участков будет для них выделено. И главное, когда эти земли будут распределять. Я еще раз хочу уверить наш совет в том, что так же, как мы с ветеранами, до каждого ветерана, до каждой ветеранской семьи, государство в любом случае дойдет. И здесь ажиотажа на предмет того, что кому-то там не достало земельных участков или надо быстрее получать их по очереди, такого нет. Кстати, сбор документов для получения земли сейчас упростили. Теперь многодетным родителям нужно предоставить лишь копии паспортов членов семьи, родителей детей от предыдущих браков и свидетельства о рождении детей. Оформлением всех документов будет заниматься муниципалитет. В многофункциональном центре Сочи отмечают, после введения этих изменений в законодательство, количество обращений увеличилось почти в два раза. С 23 мая было подано 937 заявлений, это по состоянию на четверг на вечер. 937 заявлений, из которых положительно рассмотрены 463, 323 находятся в данный момент на рассмотрении, 148 было отказов. Основная причина отказов, на что мы постоянно при консультировании многодетных при обращении в МФЦ обращаем внимание, это паспорт третьего так называемого родителя. Тем не менее, выделение земли многодетным в Сочи – процесс непростой. Причина – в отсутствии на балансе города свободных участков. Те земли, на которых планируют построить новые микрорайоны, находятся в федеральной или краевой собственности. Власти города предпринимают усилия, чтобы эти территории были переданы муниципалитету, как, например, участок Кудевсти, где ранее планировалось построить ТЭЦ. Единственное, что нужно будет построить мосты. По мостам тоже работа уже ведется на сегодняшний день. Земля формируется, и департамент строительства тоже планирует финансирование этих мероприятий. Замечательное место, просто в размере 15 гектар, признаки все вот такого качественного элитного поселка. Кстати, именно в этом микрорайоне и мечтает поселиться вместе с детьми Ольга Шепзухова. Для новоселов, а здесь построят свои дома 70 семей, город создаст всю инфраструктуру и даже возведет детский сад. Еще один участок под строительство домов для многодетных находится в районе улицы Искра. Там планируют нарезать 100 наделов. Эти земли распределят до конца ноября. В районе села Раздольное готовят еще один микрорайон для госэкспертизы. Но это уже перспектива следующего года. В общей сложности на курорте по госпрограмме «Земли многодетным» участки под строительство жилья получат 3,5 тысячи семей.